Здравствуйте! И снова с вами телевизионный журнал «Автодром». Июньская жара уже порядком всем поднадоела, да и автомобилям приходится не сладко. Совсем недавно на мосту по улице Терешковой стояли десятки машин с закипевшими моторами. Что ж, экстремальные условия эксплуатации не редкость для нашего края. Хорошо, что есть наша программа, которая подскажет, как избежать той или иной неприятности. Генеральный спонсор программы – торгово-сервисный комплекс «Автоград». Продажа автомобилей, запасных частей и автоаксессуаров на европейском уровне обслуживания. «Автоград» – главный автомобильный комплекс города. Улица Шоссейная, 24А. Радиаторы, вентиляторы, помпы, термостаты, ремни, датчики и другая востребованная автолюбителями продукция от российской компании «Лузар» под дилерским, а значит, очень низким ценам. Только у единственного официального представителя в Оренбурге – в магазине «Форсаж» по улице Газовиков 1. Цены – оптовые. Навигаторы и радар-детекторы в маркете ААА «Авто» на первом этаже. «Автоград». «Автоград» Субтитры делал DimaTorzok На передние, боковые и лобовое стекло автомобиля будут применяться весьма жесткие санкции Будут сниматься номерные знаки, а без них эксплуатация авто запрещена Что ж, очередной виток борьбы с тонировкой начался Споров по поводу необходимости тонировки было много Но в последнее время все как-то притихло И вот очередная поправка к кодексу административной ответственности должна наконец расставить все точки над И Будем все ездить как в соседнем Казахстане С чистыми передними боковыми стеклами С 1 июля есть тонировка, несоответствующая стандартам Вот тебе штраф, и ты, значит, снимается государственный номерной знак Вот государство тебе его выдало, этот знак, государство и забирает Устранишь ты эту причину свою, по которой нельзя эксплуатировать транспортные средства То есть снимешь тонировку, придешь, покажешь, получишь государственный номерной знак Тебе государство позволит дальше управлять автомобилем Хочешь ты ослушаться, ради бога, выезжай без номеров Будет лишение права управления Хочешь управлять лишенным права управления, ради бога, сядешь в тюрьму на 15 суток Однозначно, это правильное решение, однозначно, тонировки на автомобилях быть не должно Которое бы с места водителя ему ухудшало, уменьшало светопропускание, обзорность и так далее Поэтому такие были приняты меры, они правильные И мы с этим вопросом будем жестко заниматься Каталажку за тонировку Конечно, такое вряд ли у нас будет Но вот лишать права управления за эксплуатацию авто без номеров будут точно Рейды по тонировке у нас проводятся регулярно Но последний был довольно давно Так что сейчас гаишники за тониров возьмутся с утроенной энергией Что это значит? А это значит, что все экипажи будут работать в основном по вопросам тонировки А уж на стационарных постах и говорить нечего На возможные отговорки водителя о том, что я ее сейчас сниму, всего пару минут Инспектора получили четкие указания Инспектор же не будет стоять и ждать, когда он с лезвием будет сидеть и снимать эти стекла Уедет специально где-то, устраняет причину Тем самым запрещается эксплуатация транспортных средств Снятием государственного номерного знака Ему разрешается доехать до дома Или там, да, сервис снова там где он Снимет эту тонировочную пленочку Приедет в административную практику Покажет автомобиль, получит номер, заплатит штраф Теперь, что касается любителей поездить без номеров Всякие там отговорки, типа, да мне только штраф выписали Да сервис был закрыт и так далее и тому подобное Не пройдут Поскольку у инспекторов есть четкое указание Проверять дату и время выписанной квитанции о нарушении И если время просрочено, милости просим на лишение прав За управление транспортным средством без регистрационных знаков И, конечно же, с 1 июля сегодня все растонируются Такого тоже я, я же тоже реально все это оцениваю не будет Но просто хочу предупредить все Что если сегодня это там 500 рублей штраф Завтра это будет штраф плюс запрещение эксплуатации транспортных средств Для устранения причины Понятно, что в июле гаишники будут особо рьяно отслеживать тонированные авто И это правильно, поскольку тонировка очень существенно снижает условия безопасной Оценки расстояния и обнаружения других участников дорожного движения Особенно в сумеречное время и в темное Чтобы убедиться в этом, в ГАИ была проделана огромная работа По выяснению влияния тонировки на безопасность В результате чего и вышли соответствующие поправки Так что теперь тонируйте только задние стекла И от палящего солнца в автомобиле может только кондиционер Который остудит горячую голову водителя И уменьшит количество его ошибок на дороге Но бюджетных автомобилей с кондиционером не так уж и много И один из них наша бывшая десятка Помимо кондиционера автомобиль Богдан получил и новый передний бампер Который заметно улучшил внешний дизайн машины Можно долго спорить о том, на что стал похож Богдан Но то, что бывшая десятка стала выглядеть современнее, это точно Самая дорогая комплектация украинского автомобиля С индексом 21104 люкс обойдется покупателю в 335 тысяч рублей на текущий момент И она уже будет включать в себя литые диски Передние противотуманные фары Естественно обновленный бампер и кондиционер А также двигатель мощностью 90 лошадиных сил А самая дешевая версия Богдана стоит всего 300 тысяч рублей Приобрести обновленный украинский автомобиль Вы можете в автосалоне Жигули на проезде автоматики 30-1 А всего здесь доступно 6 комплектаций Богдана Которые укладываются в вилку 35 тысяч рублей Кроме этого, автосалон предлагает все модели автоваза, в том числе и Гранту, и продукцию Ижевского автозавода, и тюнинг-ателье СуперАвто Так что выбрать есть из чего Автосалон Жигули Проезд автоматики 30-1 Чтобы кондиционер работал хорошо, необходимо, чтобы уровень фреона в системе был в норме Проверить его очень легко, если у вас в системе имеется специальное смотровое окошечко Посмотрите туда Если вы увидите пузырьки, значит пора ехать на заправку кондиционера В наших климатических условиях это означает, что наступит знойная жара И для того, чтобы быть в полной уверенности, что в вашем автомобиле кондиционер не подведет вас Специалист Мегаларм-сервиса советует преддиагностировать вашу систему кондиционирования Для этого в Мегаларм-сервисе есть аппарат, который позволяет и провести диагностику, и при случае дозаправить ваш кондиционер 3-5 лет положено менять холодоген автомобилей Поэтому, приезжая к нам, можно будет откачать, очистить тот старый холодоген, который находится в автомобиле Заправить, естественно, новым, свеженьким, для улучшения работы автомобиля Ну, кондиционирования автомобиля Этот аппарат позволяет установить утечки С новой системой ультрафиолетового излучения там происходит Управляется туда добавочка, которая показывает, где уходит холодоген, если что-то не в порядке с кондиционером На всю операцию вы потратите всего один час Это очень сильно экономит ваше время Также в Мегаларм-сервисе вы можете приобрести различную аудиотехнику Одной из новинок является активный сабвуфер Infinity из серии BassLink с цифровым усилителем и номинальной выходной мощностью до 250 Вт Расположить его можно как в вертикальном положении, так и в горизонтальном В автомобиле занимает он очень мало места Кроме того, здесь применена следующая новинка Его можно комбинировать То есть вот здесь имеется дополнительный бокс, в который вставляется поставляемый Infinity BassLink усилитель То есть он из активного сабвуфера уже преобразуется в целую систему С помощью вставляемого усилителя можно через усилитель прослушивать 4 акустические системы Малое потребление электроэнергии, экономия места, а также возможность подключения дополнительного оборудования Вот что отличает активный сабвуфер от компании Infinity от всех остальных Приобретать аудиотехнику в Мегаларм-сервисе можно и в кредит И тут же ее установить Хотите ездить с комфортом и без поломок, прокладывайте свой путь через Мегаларм-сервисе Заправлять кондиционер нужно раз в 2-3 года, а то может и реже А вот менять масло в двигателе нужно каждые 10-15 тысяч километров пробега Да и антифриз нуждается в замене регулярно, примерно раз в пятилетку Конечно, все эти работы можно сделать самостоятельно Но неужели вам жалко каких-то 400 рублей, чтобы за вас все это проделали квалифицированные специалисты? Замена масла при покупке бесплатна Замена антифриза на специальной установке всего 400 рублей И при этом не нужна ни яма, ни подъемник Где? В торгово-сервисном комплексе Автоград А именно в сервис-магазине Авангард Авто Этот отдел находится в правом крыле комплекса Мимо не пройдете Здесь просто огромнейший ассортимент смазочных материалов, антифризов и других специальных жидкостей Причем по весьма минимальным ценам Особо стоит отметить ассортимент продукции Liqui Moly Ведь Авангард Авто является прямым поставщиком этой фирмы В магазине также имеется большой ассортимент тормозных колодок На самые массовые авто, а также фильтрующих элементов Но специализация магазина – это запчасти на автомобиле Deo Chance, Lanos, Renault Logan и Ford Focus На эти модели имеются в наличии практически все запчасти Начиная от расходных материалов и заканчивая кузовными элементами Также в Авангард Авто вы можете приобрести оригинальные вазовские запчасти В том числе и самая ходовая кузовщина Окрашенные бампера по цене всего 1700 рублей И самое главное – все, что вы купили в магазине Авангард Авто Можете установить или заменить тут же, в сервисной зоне Здесь проводятся все виды ремонтно-обслуживающих работ Начиная от простой замены масла в двигателе И заканчивая диагностикой неисправностей авто Особого внимания заслуживают специальные аппараты для замены эксплуатационных жидкостей В сервисе Авангард Авто с их помощью поменяют не только масло в автоматической коробке передач Но и заменят охлаждающую жидкость Ведь, как известно, слить весь антифриз невозможно А с помощью такой установки она меняется полностью методом замещения Собственно, как и в АКПП рабочее масло И что самое главное – цены здесь очень низкие Например, замена антифриза на установке обойдется всего в 400 рублей А замена масла в АКПП всего в 500 рублей Поменять передние колодки на авто в Авангард Авто стоит 200 рублей Так что сэкономить на обслуживании можно весьма существенно А для клиентов есть уютная зона отдыха с бесплатным Wi-Fi На все работы дается гарантия Низкие цены на запчасти, масла, расходные материалы, автохимию Автоаксессуары и сервисные работы делают Авангард Авто весьма и весьма привлекательным для автолюбителей А находится этот магазин в крупнейшем в городе торгово-сервисном комплексе Автоград Где приветливо распахнули двери более 300 автомагазинов Так что мимо не проедете Радар-детекторы у нас в России пока не запрещены А значит спрос на эти изделия не угаснет Что больше всего интересует автолюбителей при покупке антирадара Это на каком расстоянии заметят камеру И сколько будет дополнительных помех Что ж, на эти вопросы мы постарались ответить в нашем мегатесте антирадаров Информации об этих устройствах противоречивы и много Именно поэтому мы решили протестировать 11 наиболее популярных моделей радар-детекторов Так сказать, собственноручно Чтобы знать, что представляет собой та или иная модель Производители знаменитые Xiaomi, Whistler, Crunch, Stinger, Star, LKT Выбирали как бюджетные, так и дорогие модели Разница в цене пятикратная Разница в сервисной функции двукратная Тестировали просто Определили, где в данный момент установлена полицейская тренога Мобильный измерительный комплекс «Арена» И, методично проезжая мимо нее, проверяли дальность обнаружения и наличие помех по пути следования «Арена» в этот раз стояла на мосту по улице Терешковой, где автолюбители любят полихачить Двигаясь по среднему ряду с разрешенной скоростью 60 км в час, мы старались для каждого из антирадаров создать похожие условия А именно, наличие машин на дороге Ведь на большом удалении прибор ловит только отраженный сигнал от препятствий Таких как другие машины, деревья, пешеходы, знаки и так далее Тест проводили для каждого из радаров по два раза Для чистоты эксперимента и брали среднюю величину, округленную до 25 метров Также проверяли работоспособность устройства при попутном расположении камеры, когда фотографируют задний номер автомобиля Кстати, с такой задачей справились далеко не все устройства Сразу скажем, результат не удивил Абсолютно все радар-детекторы уловили встречное расположение камеры, когда фотографируют передний номер Но разбег расстояний составил от 100 до 350 метров А вот попутную камеру увидели менее половины респондентов Кстати, все радары тестировались в режиме трасса или хайвей, при котором максимальная чувствительность Но ложные срабатывания были только у одной модели Что у нас получилось в итоге и каков рейтинг радаров С этой информацией вы можете ознакомиться в маркете ААА Авто на улице Березка 7 Где, собственно, и продают эти изделия В продолжении темы тестов мы бы хотели рассказать и показать вам, насколько современные препараты для противошумной обработки реально снижают уровень шума в автомобиле Для теста мы использовали специальный прибор, единственный в своем роде у нас в городе Такой способ называется «жидкие подкрылки» на сленге автомобилистов То есть нанесение специального покрытия не на внутренней части авто, а на наружную сторону колесных арок и днища Ведь именно оттуда идет наибольший шум и вибрация в салон автомобиля У нас в городе обработку специальным препаратом «Прим антишум» проводит компания «Тектилцентр» на улице Волгоградская 5 Насколько эффективен такой способ шумоизоляции, наша программа решила проверить не только субъективно, но и объективно То есть при помощи специального прибора шумомера-спектрометра Для этого мы взяли не абы какую машину, а седан бизнес-класса И замерили уровень шума в подвижном автомобиле на скорости в 60 и 100 км в час в трех точках салона В ногах переднего пассажира, между водителем и пассажиром на уровне плеч и на заднем сидении авто Замеры проводили как при движении машины по ровному асфальту, так и по довольно разбитой дороге, изобилующей ямами и заплатками После этого автомобиль загнали на обработку препаратом «Прим антишум» Это специализированный состав, в который входят естественные шумо- и вибропоглотители Перлит, каучук, вспененная резина Упруго-эластичные свойства покрытия гасят вибрацию стыковых и сварных соединений автомобиля при движении И это вибродимфирующее назначение покрытия, а также высокий коэффициент шумопоглощения позволяет значительно снизить уровень шума в салоне автомобиля в широком диапазоне частот По сути дела это специальная резиновая крошка, которая перемешана с мельчайшими частичками графита для прочности и наполнена воздухом В совокупности такой коктейль толщиной в 1 мм эквивалентен резиновому покрытию сантиметровой толщины Седан был полностью обработан антишумом Причем для этого снимались штатные подкрылки и пластиковая защита, чтобы нанести препарат непосредственно на металл После тщательной обработки днища, колесных арок и прочих доступных снизу мест автомобилей и установки всех пластиковых элементов на машину Последнюю на 24 часа оставили доходить до кондиции И после этого приступили к повторным замерам Технология была точно такой же, как и в первом случае А вот цифры уже отличались Уровень шума в ногах переднего пассажира снизился в среднем на 2 дБ, а это в 1,4 раза На заднем сиденье осталось практически без изменений, а передним сидокам стало комфортнее на 1,5 дБ Объективно стало тише Субъективно разницу практически не чувствуешь, поскольку наибольшая чувствительность человеческого уха лежит в районе 3 кГц А максимальное снижение шума и вибрации произошло в диапазоне частот до 100 Гц Скептики скажут, мол, соблюсти одинаковые на все 100% условия невозможно Но результат-то мы получили однозначный, препарат работает и эффективно Так что милости просим в компанию Тектил Центр На шумоизоляционно-антикоррозионную обработку вашего авто новым препаратом Прим Антишум Тюнинг, как и колхоз, дело добровольное Но для одних вступление в такое хозяйство ограничивается покупкой накладок на ручки двери А другим подавать оригинальные кузовные элементы И владельцам ВАЗовских авто в этом плане очень повезло Ведь для них есть много чего такого интересного Изменить облик автомобиля до неузнаваемости – вот задача некоторых любителей тюнинга Но многие автовладельцы довольствуются тем, что меняют радиаторную решетку и бампер Дешево и сердито, ведь сочетаний того и другого может быть масса Например, в магазине «Десятка», что на улице Мира 20 Есть более 20 видов решеток на ВАЗовские переднеприводники И более 10 видов тюнинговых бамперов С помощью которых можно легко персонализировать автомобиль Спорить о том, нужен ли такой тюнинг или нет, не будем Если столько предложений, значит есть хороший спрос Хотя ничего плохого, например, в таких вот бамперах нет Более развитый воздухозаборник, интересные аэродинамические решения Плюс встроенная противогравийная сетка, которая сбережет радиатор от камней Так что одни только плюсы Минус – это цена и то, что такие бампера необходимо красить под цвет автомобиля Впрочем, в «Десятке», что на улице Мира 20, огромный выбор уже окрашенных бамперов на ВАЗовские авто Цена от 1700 рублей Большим спросом пользуются и хромированные радиаторные решетки Правда, они гармонируют не со всеми автомобилями и цветами Но, как говорится, здесь дело вкуса Другой момент – это оптика Современная, новомодно-светодиодная и комбинированная Она так и просится в тюнинговый бампер В магазине «Десятка» большой выбор самой разнообразной оптики Причем, опять же, на все модели переднеприводных ВАЗов В общем, сделать свой тольяттинский автомобиль уникальным не так уж и сложно Было бы желание и финансовые возможности А помочь с выбором элементов как внешнего, так и внутреннего тюнинга А также тюнинга агрегатов автомобиля Вам всегда могут в магазине «Десятка», что на улице Мира 20 Кстати, все купленное вы можете при желании установить тут же В одноименном автосервисе Так что приезжайте и тюнингуйте на здоровье Главное в этом деле – не переусердствовать Коврики в автомобиле – вещь полезная и необходимая Причем в любое время года Зимой они защитят пол салона от растаявшего снега Весной и осенью – от грязи Летом – от пыли и песка Именно поэтому коврики чаще всего предлагают в автосалонах при покупке автомобиля Задача у этих изделий одна Облагораживать салон, поддерживая его в чистоте А бывают они не только резиновые, как думают многие В одном только магазине «Автоимпорт» мы их насчитали целых 9 видов Самые распространенные резиновые универсальные Представляют собой этакие корыца, в которых собирается и грязь, и влага Недостатки довольно жесткие и не всегда закрывают поверхность пола салона Да и выливать воду из них не очень удобно Далее следуют универсальные ворсовые коврики, изготовленные из полипропилена Они хорошо впитывают грязь и влагу, но ворсовое покрытие имеет свойство истираться Да и чистить такие ковры лучше специальной химией Как вариант комбинированное изделие с отстегивающимся на специальных клипсах ворсовым верхом Для грязной погоды можно оставить только нижнюю резиновую часть А в сухое время эстетичнее и практичнее пристегнуть ворсовый верх При выборе таких ковриков важно обратить внимание на жесткость ворса Чем жестче, тем лучше И на обработку краев, а также на спецификацию для автомобилей Наконец, самыми лучшими ковриками будут те, которые изготовлены под конкретную марку и модель автомобиля Они целиком закроют заводское покрытие и мимо не упадет ни крошки, ни капли Такие коврики бывают резиновыми, ворсовыми и полиуретановыми, так называемыми 3D-ковриками Которые идеально повторяют изгибы штатного покрытия При выборе таких ковров важно обращать внимание на мягкость материала, из которого они сделаны Чем мягче, тем лучше На рисунок покрытия и на обратную сторону ковра Более гладкое будет больше скользить по салону И вершиной творения автоковриковой промышленности считаются 3D-коврики Они имеют красивый внешний вид и сделаны из сочетания текстильного покрытия и объемного повторения пола салона авто Такие коврики износостойкие и хорошо моются, но они самые дорогие Какие коврики купить решать вам Мы лишь можем подсказать, что наибольший в городе ассортимент этих изделий практически на любой автомобиль Представлен в магазине Автоимпорт Что на улице Мира Сезонный пик на замену лобового стекла в автомобиле приходится на конец апреля, начало мая И на конец августа, начало сентября Но и летом спрос на эту услугу не ослабевает Причина простая Многие отправляются в отпуск на автомобиле и вынуждены заботиться о собственной безопасности Или же наоборот Возвращаясь из отпуска, вынуждены менять лобовик Причины для замены лобового стекла у каждого разные Для кого-то и один скол уже повод к замене А для кого-то и трещины во всю площадь не помеха Но сэкономить на этой процедуре хотят все И богатые, и бедные Тогда для многих отличный вариант обратиться в компанию Фуяу Автостекло Либо на улицу Монтажников 18, либо на улицу Невельская 1 И там, и там вашему авто проведут качественную замену любых автомобильных стекол Причем предложат на выбор нескольких производителей И мы бы посоветовали из всего разнообразия остановить свой выбор на стеклах марки Фуяу Ведь это качественная продукция, которая производится на огромном производстве И поставляется на сотни автозаводов Если вашего стекла не оказалось в наличии Лучше подождите 3-4 дня и поставьте фирменное, китайское Ведь не зря же в компании Фуяу Автостекло дают трехлетнюю гарантию на стекла и работы А куда ехать на замену решать вам куда ближе На улицу Монтажников 18 или на улицу Невельская 1 Не секрет, что для владельцев полноприводных автомобилей Устройство раздаточной коробки и коробки передач это темный лес И этот факт хорошо играет на руку некоторым автослесарям Ведь зачастую в сервисе предлагают менять эти узлы целиком А ведь и коробка, и раздатка состоят из огромного количества деталей И мы попробуем рассказать, как это все работает Раздаточная коробка, ровно как и коробка передач, необходима для того, чтобы передавать крутящий момент от двигателя к колесам Но так как диапазон скоростей вращения коленчатого вала несоизмеримо больше, чем колес То необходим узел, который будет менять передаточное соотношение Во всех автомобилях эту роль выполняет коробка передач Но в полноприводных машинах между двигателем и коробкой еще установлена раздаточная коробка или раздатка Ее задача передавать крутящий момент на переднюю и заднюю ось автомобиля Причем в зависимости от устройства раздатки она может жестко связывать обе оси или же работать с независимым моментом То есть когда скорость вращения осей разная Например, при пробуксовке или на бездорожье Еще в раздаточной коробке устанавливают так называемую пониженную передачу Это когда момент от двигателя передается не напрямую на межосевой дифференциал, а через понижающий ряд шестерен В этом случае передаваемый момент на колеса значительно увеличивается, что позволяет автомобилю преодолевать сложные участки Передаточное соотношение пониженного ряда обычно колеблется от 2,5 до 4,5 То есть именно в такое количество раз возрастает крутящий момент В коробке передач также имеется ряд шестерен, которые располагаются на первичном и вторичном валах И в зависимости от выбранной передачи в зацепление входят те или иные шестеры Это позволяет менять соотношение вращения первичного и вторичного вала в широком диапазоне В среднем от 5 до 1 или даже до 0,8 В любом случае, если у вас неисправна какая-то часть функциональных возможностей раздатки или коробки Нет смысла менять весь узел в сборе Достаточно приобрести и установить, например, новую шестерню, вал или подшипник А чтобы у вас не было проблем с выбором этих деталей Если, конечно же, вы владелец отечественного вездехода То вам стоит посетить автомагазин «Десятка 4х4», где они представлены в большом количестве Начиная от маленькой шайбы и заканчивая корпусами раздатки и коробки Так что выбор есть всегда Итак, полчаса позади А значит, что череда советов от нашей программы подошла к концу Где что купить подешевле и как потом оное установить без проблем Вот основные вопросы, которые освещает автодром И пускай у нас много рекламы, но она полезная для автолюбителей Будем и дальше работать в этом направлении А у меня на сегодня все До встречи, как всегда, через неделю Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова